Тема этого видеовыпуска набирающая популярность фиброцементная фасадная облицовка. Причин ее популярности как в европейских странах, так и в России несколько. Это негорючесть, относительно невысокая стоимость фасада, средняя весовая категория и самые разнообразные разработки в отделке фиброцементных плит. Трендом последнего времени являются фиброцементные панели, окрашенные в массе. Эти панели хотя и дороже своих традиционных собратьев примерно в полтора раза, но лишены их некоторых недостатков. На них практически незаметны мелкие дефекты, такие как сколы и царапины, которые могут появляться на этапах транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации плит. Фиброцементную фасадную облицовку можно разделить на две обширные группы материалов – панели и сайдинг. Панели чаще всего применяются на многоэтажных зданиях, а сайдинг ориентирован на малоэтажную застройку. Хотя, естественно, существуют прекрасные примеры сочетания обоих материалов на одном объекте. Фиброцементные панели изготавливаются из цемента, армирующих волокон, целлюлозы и минеральных наполнителей. По сути, мы имеем дело с простым в использовании композитом на основе цемента, который пришел на смену штукатурки из цементного раствора. Преимущество можно отнести невысокую стоимость, практичность, возможность создания разнообразных фактур поверхности и, конечно, негорючесть. Недостатка можно отнести влагопоглощение цемента, что требует тщательной постобработки поверхности и соблюдения правил хранения плит. Плиты на основе фиброцемента имеют повышенный риск появления сколов по краям. Вес панели, хотя не очень большой, но и немалый, не позволяет вести монтаж одному человеку. В целом, это современный недорогой фасадный облицовочный материал с большими возможностями. При выборе облицовки с фиброцемента следует обращать особое внимание на качество и долговечность декоративного покрытия. Как правило, гарантия на устойчивость цвета к ультрафиолету колеблется в диапазоне 10-15 лет, при том, что гарантированный срок службы самой плиты составляет около 50 лет. Со временем цвет под воздействием солнечного излучения немного тускнеет, особенно подвержены выцветанию яркие цвета. Существуют скрытые и открытые способы крепления панелей. Открытое крепление производится с помощью заклепок и саморезов. Скрытое крепление может производиться с помощью фрезерования отверстий в торцах или на оборотной стороне панели. Но в этом случае необходимо использовать панели повышенной толщины, а значит и веса. Последнее время набирает популярность скрытое клеевое крепление. Кроме частного домостроения, такое крепление можно с успехом использовать на нижних этажах многоэтажной застройки, чтобы прохожим не были видны элементы крепления. В изучении свойств фиброцементных панелей нам помогут директор представительства японской компании Ничиха господин Кавахара и директор по развитию торгового дома ЛТМ Анна Типикина. Продукция обоих компаний будет представлена специалистом на форуме фасадных инноваций 2017, 25-26 апреля. Итак, предоставляем слово господину Кавахара, директору московского представительства Ничиха. В Японии более 70% жилых домов облицовываются фиброцементными панелями. Требования, предъявляемые к фасадным облицовочным материалам, включают в себя пожаростойкость, эстетический внешний вид, небольшой вес, приемлемую стоимость, легкость в обслуживании, длительный срок службы. И фиброцементные панели являются тем самым сбалансированным решением, которое сочетает в себе все указанные свойства. Фиброцементные панели Ничиха имеют стойкое к атмосферным воздействиям так называемое платиновое покрытие. Энергия связи его частиц составляет 435 кДж на моль, что превосходит энергию связи частиц ультрафиолетовых лучей, которые составляют 410 кДж на моль. Благодаря этому поверхность полностью защищена от повреждения ультрафиолетовыми лучами. На форуме фасадных инноваций посетители смогут узнать о функциях самоочистки панелей и платиновым покрытием Ничиха. Компания Ничиха была основана как компания по производству древесно-волокнистых панелей. Компания начала производить фиброцементные панели в 1974 году и стала первым производителем подобных фасадных материалов в Японии. На тот момент японские дома строились из дерева и бетона. Применение фиброцементных панелей позволило решить проблему огнестойкости и монтажа фасада в холодное время года. Огнестойкость, долговечность, естественная устойчивость, технологичность, превосходный дизайн. Вот что позволило фиброцементным панелям стать одним из самых популярных материалов для отделки фасада в Японии. А теперь представляем слово Анне Типикиной, директору по развитию бизнеса торгового дома ЛТМ. Фиброцементные продукции в нашей компании имеются как бы разнообразные виды панелей. Например, как панели с брохотистой фактурой, это синоп. Плиты с гладким полиртановым покрытием, которые удерживают механические нагрузки и в основном применяются на тоннелях. Также плита с акриловым покрытием, с краплениями, создающими эффект штукатурки. Сверх хорошо применим на малоэтажных зданиях. Плиты синоп металлик, не с выраженным таким поле перламутровым блеском, особенно хорошо смотрятся при попадании солнечных лучей на эту поверхность. Также есть плита с тем колор металлик, которая покрыта двухкомпонентной полиуретановой краской, которая образует глянцевую пленку и создает эффект металлической поверхности. Тренд нашей продукции – это панели, окрашенные в массе. Например, в случае поверхностных сколов плита обеспечивает сохранность цвета. Качество плиты можно определить визуально, если, допустим, на поверхности имеются дефекты покрытия. Например, как некачественное окрашивание или расслоение плиты на срезе из-за низкой плотности. Но вообще для определения качества фасадной панели необходимо все-таки ее испытывать в лабораторных условиях. Такие испытания – это как измерение геометрических размеров плиты, для того чтобы понимать, насколько она ровная. Потому что плита дальше, допустим, будет разрезаться на объектах, будет какие-то отступления больше 5-3 миллиметров. То есть, конечно, это будут потом дальнейшие проблемы на объектах. Также определение предела прочности неизгиби, чтобы она была не ломкая плита. Определение плотности, определение потерь при прокаливании. Все вот эти показатели говорят нам о качестве плиты. Например, неправильное хранение плиты на объекте может привести к выступлению несмываемых пятен на поверхности плит. Хранить нужно плиту обязательно как бы в накрытом виде. То есть у нас плита, допустим, она приезжает на объект, доставляется на объект, уже упакованная в полиэтилене. Соответственно, для того чтобы она правильно хранилась, ее обязательно нужно еще накрыть дополнительным каким-то материалом, или там полиэтиленом укрыть от осадков, чтобы она не набирала дополнительной влаги. Ну и желательно там в лужу ее не ставить. Потому что это очень часто встречается на объекте, когда она неправильно хранится. Между плитами должен быть проложен материал обязательно. Потому что если убрать материал, плита может склеиться между собой и будет нарушен лакокрасочный слой. Самыми такими главными условиями правила монтажа является, вот первое, это наличие ленты ЕПДМ, которая выполняет функцию компенсирующей прокладки между подсистемой и фибротементной панелью, так как происходит процесс нагревания и охлаждения. Второе, что хотелось бы отметить, что монтаж плиты необходимо начинать от ее центра. Для того, чтобы не было вздутия плиты потом. Шаг между заклепками, то не более 400 миллиметров. А расстояние между плитами должно быть от 4 до 8 миллиметров. В завершении покажем несколько интересных примеров криволинейных поверхностей из цемента. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok